Ассаламу алейкум. Мы рассказывали очень много смешных историй про евро-ичкирийских бичей. Но сейчас, сегодня, вы увидите нечто действительно очень смешное и очень глупое. Итак, Беллокиев и Масхадов Анзорчик берут интервью у одного бойца из так называемого батальона Шейха Мансура. Смотрим. Мы вырыли окопы, так как в селе находилось большое скопление техники, танки, батальеры, БМП. Была информация, что у них есть реактивные установки Буратино. Ты серьезно? У них были БТРы, танки, БМП, системы залпового огня, реактивные установки Буратино. А вы вырыли окоп глубиной полметра. Давайте посмотрим, что из себя представляет реактивная установка Буратино. И понеслось. Одна за одной ракеты отправлялись вдаль. А теперь посмотрим, как бойцы из так называемого батальона имени Шейха Мансура планировали защититься от этого грозного оружия. Далее человек в маске рассказывает о том, как они атаковали вот эти вот БТРы, БМП и танки. После того, как мы атаковали в Минске в Черезон, примерно три дня они ушли отсюда. Это тоже, да, в Минске? Да. Можно сказать, сколько здесь человек было? То есть там пять и здесь восемь? Это можно. Чуть выше там находится озеро. Вокруг озера было расположено восемь штук. Того сколько это? Тринадцать штук. Ну там в селе еще больше было, с другой стороны тоже. То есть тоже, ага, понял. И ваша цель какова была? В чем заключается? Уничтожить как можно больше техники и один танк взять. Захватив и пригнать свои свои дороги. Удалось? Не, мы уничтожили. Серьезно? Наши деньги. На, серьезно. В общем, пересказываю все, что этот человек в маске рассказал в этом видео. Их было то ли 10, то ли 12 человек. Точно он посчитать не сумел. С математикой у человека плохо. И вот эти вот 10-12 человек, которые роют полметровые окопы для того, чтобы защититься от танков, БТРов, БМП, реактивных установок Буратино, они атаковали российские войска, огромную группу, в которой в одной было 13 танков, во второй, он говорит, что их было больше 13, значит, как минимум там было 14. Значит, там было 27 танков, были БТРы, БМП и реактивные установки Буратино. Учитывая экипажи всего этого бронированного транспорта, там было как минимум 400 солдат. И против них вышли вот эти вот 12 человек. Они их атаковали. И спустя три дня эти российские войска ушли. То есть, видимо, чтобы эта атака как-то дошла до этих российских войск, потребовалось целых три дня. Очень интересная история. Очень. Но это не точно. Дальше они записывают украинскую семью. И давайте послушаем, что они рассказали. «Стукает до нас в погреб. Говорит, оружие есть, наркотики, там...» «Та нет, ну, два пенсионера, кто там будет?» «Хорошо, закрив дверь». «Говорит, идите в дом». «Все, говорит». «И так, в течение недели, они так ходили туда по воду, нам, и все. Больше никаких отношений мы с ними...» «Ну, когда мы выезжали, мы попросили...» «Ви, говорит, нас хоть не расстреляете?» «Да нет, говорит, езжайте». «От так получилось. Понимаете? Ну, бок на боку...» «Офарю, еди и так далее...» «Ничего, они сказали, что у нас тут все есть. Вони в сусідах собрали». «Да, они открыли там погреб, картошку мы привезли, может, вам, знаете...» «Нарапа нельзя идти, потому что могут и еще стрелять нас». «Говорю, огурцы есть, что у нас осталось квашин и картошка». «Не надо нам ничего. Все у них может быть». «Они поинтересовались, есть ли у них оружие. Эти сказали, что они пенсионеры, и оружия у них нет. И все, они ушли. И еду даже не взяли». «Я начала нему кричать, что не сбывайте сына». «Они говорят, нет, другая, мы не будем убивать. Мы не будем убивать. Давай меня успокоить». «А она так-то летает, скажет, что с вами?» «Я говорю, что мне давление и таблету снимаешь. Скажет, давай-ка я вам дам ангину». «А если у меня ангину не видно, то потому что мне надо давление». «И он моментально ботерил и убрал. И тоже не нарушил. Выехал аккуратно, как ты выехал». «Эта бабушка начала просить у солдат российской армии, чтобы они не убивали ее сына. Те сказали, конечно, не убьем». «Она сказала, что у нее давление, и эти российские солдаты предложили ей даже лекарства дали». «Белокиев и Анзорчик Масхадов. Я, конечно, понимал, что вы тупые. Но до этого ролика, честно, я вообще не догадывался, что вы настолько тупые. Показать нам какого-то человека в маске, который якобы является бойцом какого-то непонятного батальона имени шейха Мансура, который мы вообще в глаза не видели, который рассказывает о том, что они вырыли полметровый окоп, чтобы защититься от БТРов, танков, БМП и реактивных установок Буратино. Это просто верхневежество. Это верхневежество, и вы даже сами этого не понимаете. Дальше вы показываете, как мирные жители украинского этого села рассказывают о благожелательном, добром отношении к себе со стороны российских солдат. Я не пойму, вы на кого работаете? Ребятки, сейчас такую тупость на самом деле, вообще непонятно, как комментировать. Реально, вот когда я сидел и думал, что бы, вот что на это вообще можно сказать, мне вообще в голову ничего не приходит. Просто двое придурка приехали в какое-то село, притащили двух каких-то непонятных людей в этой форменном обмундировании, задавали им какие-то тупые вопросы, и те в ответ говорили какие-то тупые вещи. И честно, как можно это прокомментировать, на самом деле непонятно. В любом случае, Белокиев и Анзорчик Масхадов, продолжайте в том же духе. Короче, реально мне по этому поводу больше абсолютно нечего сказать. Два дебила. Как теперь развидеть это тупое видео с окопом? Непонятно.